Всем привет! Сегодня речь пойдет о том, какую гитару выбрать, классическую или акустическую. Гитара должна соответствовать вашим задачам. Универсальных гитар не существует. Для различных целей предназначены разные типы гитар. Инструмент для обучения с нуля, для занятий с преподавателем, для музыкальной школы. Это классическая гитара, рассчитанная под нейлоновые струны. То есть классика, фламенко. Словом, любые произведения для гитары, рассчитанные на исполнение пальцами, это классическая гитара с нейлоновыми струнами. Если вы играете боем, или хотите играть боем, играть медиатором, или петь под гитару, или играть акустический блюз, вам подойдет гитара под металлические струны. Каждый тип гитары рассчитан на определенный тип струн. Нельзя превратить классическую гитару в акустическую, или наоборот, акустику в классику, простой заменный струн. Для классической гитары единственный подходящий тип струн – это нейлоновые или карбоновые. Для акустической гитары – это металлические струны. Ну, для электрогитары, соответственно, тоже металлические струны. Установка на классическую гитару даже самых тонких металлических струн противопоказана. Эти струны имеют более сильное натяжение, чем самый жесткий нейлон. А на такое натяжение классическая гитара не рассчитана. Точно так же не рекомендуется ставить на акустическую гитару нейлоновые струны. Акустические гитары отличаются усиленной конструкцией, которые могут раскачать только металлические струны. Любой, даже самый дорогой комплект нейлоновых или карбоновых струн будет звучать на акустической гитаре плоско и тускло. Помните об этом. Обращаем ваше внимание на то, что универсальных струн для акустических электрогитар не существует. Электрогитарные струны совершенно не звучат на акустических гитарах. Эти струны не рассчитаны на живой звук. О чехлах и коврах. Даже самую простую гитару, которая рассчитана на использование на даче или на улице, желательно носить в чехле, а также хранить ее дома в чехле. Так вы убережете инструмент от пыли, сквозняков и перепадов влажности, а на улице от случайных ударов, дождя и снега. Если в холодное время года вам пришлось выносить гитару на улицу, то когда вы придете в помещение, обязательно дайте гитаре прогреться в чехле или футляре. Не менее чем полчаса, желательно вдали от батареи. Только тогда гитара перенесет резкий перепад температур и влажности без проблем. Помните об этих элементарных правилах гигиены для гитары. Как выбрать с дома место для гитары? Самый правильный вариант – это хранить гитару дома только в чехле и как можно дальше от окон, дверей и отопительных приборов. В отопительный сезон обязательно позаботьтесь о дополнительном увлажнении воздуха. Главнейший враг любой гитары – это сухость. Пересушить гитару можно в любое время года, но самые опасные периоды – это засушливое лето, солнечное. И в особенности это отопительный сезон. Когда включается отопление, в квартирах резко падает влажность. Поэтому знайте о том, что по умолчанию гитара рассчитана на влажность 60-70%, а зимой при включенных батареях влажность падает до 20%. Если не принять необходимые меры, можно испортить гитару в первую же зиму. Начнет выгибаться или идти винтом гриф. Будут трескаться деки. Как определить, пересушена ли ваша гитара? Если начали царапать руку, выпирающую из грифа торцы ладов, и тем более, если струны приблизились к грифу и начали задевать об лады, значит вашему инструменту срочно нужна помощь. Как сохранить гитару в условиях сухости? Расставьте под батареями пластиковые стаканчики с водой. Второй момент. Обзаведитесь увлажнителем воздуха. Его вы можете приобрести в любом гипермаркете в отделе бытовой техники. Не храните гитару без чехла или футляра. Ни в коем случае не держите гитару, даже в чехле, на солнце или вблизи от окон, дверей, открытых форточек, а также от кондиционеров. Они понижают температуру в помещении, но в то же время очень сильно высушивает воздух. Кроме того, никогда не оставляйте гитару в машине, ни зимой, ни летом. И неважно, в салоне или в багажнике. Если во время отопительного сезона или засушливым летом на вашем инструменте струны начали задевать золотые или вообще легли на гриф, виной тому прежде всего избыточная сухость в помещении. Сразу оговоримся, что чем бюджетнее инструмент, тем более он требователен к условиям хранения, и тем сильнее вероятность его пересушивания. Особняком стоят гитары с верхней декой или кузовом целиком из массива дерева. Для сохранности таких инструментов необходим качественный полужесткий чехол, а лучше кейс. Также рекомендуем использовать специальный гитарный увлажнитель. Самый такой бюджетный вариант увлажнителя – это когда вы ставите под батареями пластиковые стаканчики с водой. Ну, либо можно приобрести увлажнитель воздуха в любом гипермаркете. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всем всего доброго. До свидания.